Купить продукты, приготовить обед, убрать в квартире или оформить субсидию. Все это бесплатно могут сделать соцработники для одиноких пожилых людей и инвалидов. В Запорожье уже 20 лет действует отделение соцпомощи на дому. И большинство соцработников – женщины. Как на хрупких плечах держится целая соцсфера, знает Инна Гогой. В отделении соцпомощи на дому Бородинского микрорайона на учете состоит более двух сотен человек. Любовь Федоровна – одна из них. За помощью к соцработникам обратилась около трех лет назад. И теперь не представляет, что делала бы без своей Леночки. Леночка, она приходит, она все делает, все. Берет, вымоет, постирает, принесет мне продукты и в магазин, и в аптеку. Она и приходит в любое время, и звонит всегда, неделю несколько раз звонит, что вам принести, что вам купить. Кроме Любовь Федоровны, у Елены Романцовой на участке еще 10 подопечных. В гости к ним приходит минимум дважды в неделю. Старается каждого окружить заботой и вниманием. В отделении соцпомощи на дому Елена работает почти 10 лет. И еще ни разу не пожалела о своем выборе. Работа тяжелая. Ну, чистая. Но она, я считаю, что она очень благодарная. Вот приходишь, помогаешь вот таким, и понимаешь, что они без нас вообще не обойдутся. Такие отделения работают в каждом районе города. Кроме походов по магазинам, аптекам и домашней работы, соцработники могут бесплатно вызвать на дом для своего подопечного парикмахера или отнести заявку в специальный швейный цех. Чтобы оформить такую помощь и заключить договор, нужно обратиться в районное управление соцзащиты населения и написать заявление. Потом мы помогаем людям взять справочку о составе семьи и человек должен взять в этих нотариальный с державного реестра провисутность договора до вечного утримания. Вот этот документ многих пугает, потому что бытует мнение, что звучит слово нотариус, это связано с какими-то квартирными вопросами. Это не так. Соцработники уверяют, никаких подводных камней в такой помощи нет. Все делают безвозмездно и ни на что не претендуют. Просто у них работа такая, всегда помогать людям.